2022 год – самый страшный после окончания Второй мировой войны год для Европы и всего мира. Давайте подведем некоторые его итоги. Россия, одна из победительниц во Второй мировой, развязала кровавую агрессию против независимого, суверенного государства, обосновав торжение абсолютно нацистскими аргументами. Украинцы – это испорченные русские, Украина – временно отколовшаяся от России территория, это государство и этот народ по Кремлю не имеют права на существование. В феврале на территорию Украины вторглась армия Российской Федерации, задача которой было подчинение Украины за несколько дней, свержение ее политического руководства, они назвали это деноцификацией, и ликвидация ВСУ, назвали это демилитаризацией. На международной арене Россия предприняла усилия для того, чтобы вернуть мир к эпохе сверхвлияния, так называемых великих держав, вытолкнув НАТО на рубежи 1997 года. Так этот год начинался. Заканчивается он следующими итогами. России не удалось подчинить Украину ни за три дня, ни за неделю, ни за десять месяцев войны. Агрессор терпит позорные поражения на полях сражений. Рассказы о Российской Армии, как о Второй Армии мира, оказались небылицами. Российская Армия по подготовке значительно уступает ВСУ, которые доказали в боях, что Второй Армией мира являются именно они. Видя, как воюет Российская Армия в Украине, отчетливо понимаешь, как воевала Красная Армия во Второй мировой, положив на полях сражений миллионы солдат. И сегодня Россия воюет не умением, а количеством, числом, забрасывая позиции противника трупами своих солдат. Огромные территории, захваченные оккупантами в первые месяцы боевых действий, в частности на северо-востоке Украины, освобождены вооруженными силами Украины. На юге освобожден город Херсон, единственный областной центр, захваченный оккупантами. Впереди освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым. Война против подлого агрессора, защита своей страны, борьба за физическое выживание консолидировали украинскую нацию. Известные различия между западными, центральными и восточными регионами страны стерлись. Против российских захватчиков ведут героическую борьбу русскоязычные города Украины. Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Агрессору сопротивляется единая Украина. Единая украинская нация. Россия хотела уничтожить эту страну, а получила в результате страну-державу, которую с карты мира уже никто никогда не сможет стереть. Проигрывая на полях сражений, Россия прибегает к актам массового террора, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей Украины. Некогда уважаемый член международного сообщества, в 2022 году путинская Россия стала государством-изгоем на планете, страной-террористом. Сегодня всерьез рассматривается вопрос исключения России из состава Совбеза ООН. Из Совета Европы Россию исключили еще в начале войны. Желая вытолкнуть НАТО на рубежи 1997 года, Россия своими безумными действиями добилась того, что НАТО консолидировался, в том числе в военном плане, и принял в свои ряды новых членов Финляндию и Швецию, увеличив протяженность границы между странами НАТО и России в два раза. Чего добивались и что получили? Выяснилось, что так называемое величие России – это чистой воды выдумка. У России нет не только хорошей армии, но нет и современной экономики. Самостоятельно даже гвозди не можем производить, сетовала как-то спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нет современной науки, нет эффективной системы управления и так далее. Россия деградировала до тоталитаризма. Ликвидированы независимые СМИ, уничтожены политическая оппозиция и гражданское общество. За призывы к миру людей бросают в тюрьму. Так погибают империи. У России был исторический шанс стать современным, эффективным и демократическим государством, заняв свое достойное место в международном сообществе. Она этот шанс упустила. Процесс развала империи, запущенный в 1991-м, продолжается и ускорился в 2022-м. Россия окончательно теряет контроль над так называемым постсоветским пространством. Если лекции по теме «Как вести диалог с соседями» Путину читает президент Аджикистана Рахмонов, то дело зашло очень далеко и авторитет Москвы подорван окончательно. Развал империи, похоже, не ограничится политическим уходом так называемого ближайшего зарубежья. Сама Российская Федерация, какая ирония, федерацией называется самое унитарное и тоталитарное государство региона. Сама Россия, похоже, прекратит свое существование в своем нынешнем виде. От нее отпадут те, которых было принято называть когда-то национальными окраинами. Это нам еще предстоит увидеть. Молдова в 2022 прошла через жесточайшие накладывающиеся друг на друга кризисы, самым страшным из которых стала война у самых ее границ. Молдова приняла первые волны беженцев и показала себя в оказании помощи сотням тысяч украинцев с самой хорошей стороны. Молдова без колебаний осудила войну, называя вещи своими именами. Россия – агрессор, Украина – жертва. Мы помогали и помогаем сражающейся Украине чем можем – продуктами, медикаментами, деньгами, предоставлением транспортных коридоров и так далее. Наши саперы участвуют в разминированиях на территории Украины. Впервые за всю историю независимости в мире о Молдове говорят симпатии, признавая наши заслуги перед человечеством. В 2022 году Молдова вместе с Украиной получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Статус был получен в контексте войны. Никто этого не отрицает. Однако это нисколько не умаляет значение этого по-настоящему исторического события. Уникальный шанс на модернизацию страны мы упускать не имеем права. Страна как ни было сложно выстояла в 2022 году в гибридной войне, развязанной против нас Россией. Энергетический шантаж не прошел. Мы попробовали и у нас получилось впервые в истории Молдовы обеспечить страну энергоресурсами из альтернативных источников. Это путь к настоящей независимости и суверенитету. И мы на него вступили. 2022 год начинался очень страшно для всех. Для Украины, для Молдовы, для Европы и для всего мира. Однако итоги года дают реальные основания для оптимизма. Пусть 2023 год станет годом окончания этой подлой кровопролитной войны. Пусть воцарится мир. Пусть Украина начнет восстанавливаться, подниматься из руин. Пусть разжигатели войны, военные преступники, принимавшие политические решения, отдававшие приказы, открывавшие огонь. Все причастные к террору, к убийствам, к разрушениям. Пусть все предстанут перед судом. 2023 год. Год надежды. Пусть все надежды, надежды людей доброй воли сбудутся. Команда де-факто благодарит своих зрителей и слушателей за поддержку. За то, что были с нами все это время. Желаем всем в новом году здоровья, счастья, мира и только хороших вестей. Миру мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова